доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов и сегодня мы поговорим о молодежи вы знаете что много лет я на канале веду эту тему наблюдаю и люблю наблюдать за передовой молодежью которая составляет будущую элиту потому что молодежь это то что нас ждет в будущем уже не одно поколение на моих глазах выросло и перешло не только от развития и развлечения а это бывает такой этап у молодежи но и конкретным делам к управлению и даже вхождению в государственные дела и на мой взгляд это очень хорошо много в интернете ругают нашу молодежь много предлагают различных можно так сказать отрицательных сюжетов ее жизни и складывается иногда впечатление что действительно ну ну что то такое невероятное у нас происходит все подряд ругаются матом все подряд снимается в нелепых клипах и все остальное и так далее и тому подобное но когда поглядишь на передовую часть молодежи увидишь как она действительно развивается и что из себя представляет то иногда сильно удивляешься начался вот он 4 ноября начался до 6 числа пройдет форум создадим будущее у меня в нем участвует сын он скинул много фотографий материалов и опять встретился с удивительной девочкой с машей андреевой машу андрееву он когда-то задействовала своих проектах она и брала интервью и сама рассказывал о том как она живет и что она делает и это была школьница седьмого восьмого класса в этом году маша андреева стала школьницей девятого класса но уже к ноябрю она закончила десятый класс и перешла в одиннадцатый класс экстерном маша андреевы вы знаете по встрече с президентом спасибо вам большое это была моя большая мечта это такие не передаваемые эмоции такая горда вперед за свою страну хочется двигаться дальше развивать российскую космонавтику я обязательно расскажу об этом своим ребятам я уверена им очень сильно понравится у тебя маленькая космонавтика большая да просто спасибо вам большое реванш вчера мы с ним разговаривали предлагает если хочешь можно съездить на пуск когда это будет реванш 15 15 после завтра я его возьму с собой посмотреть пуск есть пуск зажигание предварительная промежуточная прошел контакт подъема двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим платной ступени мы уже молодые ученые Мария Тейвуна 13 лет нас работала в саду проект помогающий бороться с акадами на эксплуатационные данные цены я из города Ростов-Медону мне 16 лет и мое изобретение стоит на айфе выставки мое изобретение называется применение технологии буты для построения орбитального сервера это спутник который находится на орбите и шишавах недавно с помощью блокчейна это первый раз в этом спутнике на котором я уже имею три патента также в космосе находится еще один мой спутник который летает на орбите и мы его служили вместе со школьниками из Ростовского области помимо этого этот спутник сойдет на выставке движение первых потому что движение первых могло бы связать свою жизнь с космосом и я сейчас активно работаю с движением первых помогаю ребятам найти себя организовываться в научных сферах и рассказывать про космос Маша Андреева продолжает свою научную деятельность и при этом экстерном закончив за один год десятый и закончит одиннадцатый класс у нее есть уже несколько предложений в разные вузы страны о чем это я? о том что гении продолжают у нас появляться гении у нас будут развивать наше будущее и эти гении находятся не только в науке но и в других областях нашей жизни я также смотрю по каналу культура за творческими например конкурсами детей ну просто поражает некоторые вещи или на канале НТВ идет передача чуда какие удивительные дети выступают в этой передаче и что они могут а могут то же самое что и были дети в предыдущих поколениях и эти дети в предыдущих поколениях выросли и стали теми родителями у которых теперь вот такие дети будущего нашей страны я надеюсь что будущее в нашей планете я вам уже в одном из предыдущих роликов рассказывал что конечно эти дети они не потерпят то что на этой планете делается много-много десятилетий где идет постоянная война идет постоянное сдерживание населения постоянное можно так сказать ущербное состояние развития некоторых слонов слоев общества и это конечно их не устроит когда-то была жуткая выдвинута теория что у нас перенаселение и даже ЮНЕСКО публиковало материалы о том что его можно решить только если мы будем сокращать а уж другие издания вообще предполагали что по 300 по 3,5 миллиона в день нужно сокращать население планеты чтобы она выжила но удивительным образом планета сама отрегулировала как-то так что размножение людей остановилось но при этом как я понимаю когда количество не увеличивается на мой взгляд получается качество этих людей то есть они должны если мы говорим о христианской концепции развития человечества то прийти вот в то состояние райского человека где он идеален по отношению к окружающим к окружающей природе ну и идеален в отношениях конечно с Богом имеется ввиду Адам Адам согрешил перед Богом слукавил за что мы с вами несем вот такое длительное наказание но это все наказание лишь для того чтобы усовершенствоваться и стать опять такими и когда я слышу теперь статистику что поколение Z 40% не курит не потребляет спиртного не конечно не потребляет наркотиков и так далее там подобное трезвое поколение то меня это конечно очень радует очень радует но оно у нас с вами находится ну часто говорят на краю пропасти я то считаю что оно находится на краю будущего и вот сейчас то те кто взрослые те кто ведет это поколение конечно должны очень внимательно посмотреть куда они его ведут как они его ведут и какие могут быть действительно препятствия в том что это будущее им готовит я бы всем рекомендовал пересмотреть в очередной раз тем кто забыл фильм Тарковского Сталкер где вот Андрей очень хорошо показал различные виды препятствий которые ждут на пути человека к светлому будущему но эти препятствия преодолимы мы видим как в фильме он показывает что все преодолимо и поэтому и здесь те кто осознает как идет жизнь осознает что в этой жизни нужно детям преодолеть или молодежи преодолеть должны осознавать и такие препятствия и способы их преодоления и на мой взгляд есть два главных таких серьезных искушения которые могут как погублять можно так сказать молодежь так направлять ее в неправильную сторону и использовать ее в своих как говорится корыстных коммерческих целях и эти два направления это технализация человеческой жизни то есть вот тот самый человек который некоторыми объявлен как специализированный человек должен воспитаться таким специализированным через технологии через технологии потому что реально осознающий человек что он идет по пути специализации что его сделают маленьким винтиком в определенном делах и дальше ему ничего знать не надо он конечно не будет идти по этому пути и применение определенных технологий его лишает возможности даже осознать это об этом хорошо говорит Татьяна Черниговская она часто выступает на эту тему что в воспитании мы должны не к технологиям прибегать а к живой личности к живым руководителям тех кто и эти руководители должны осознавать будущее сами для того чтобы воспитать это будущее и с другой стороны есть еще одно препятствие на мой взгляд науке это препятствие это идеализация нефологизация религиолизация научной деятельности это тоже направление которое пугало ученых еще в 19 веке но вот наш любимый Эрнст Мах мы с вами читали немножечко вот эту его книжечку анализ ощущений отношений физического и психического психического духовного то есть они психеи назвали душу и все психическое как термин научный это духовного мы можем перевести но с чем они столкнулись эти ученые с тем что была сильна религия и большой слой ученых пошел по религиозному пути изучения науки идеалистическому так называем пути мы с вами знаем что был другой крайний можно так сказать варианта обрезание этого пути это предложил Владимир Ленин который написал работу идеализм и империокритицизм и материализм так она называлась где кстати и основной критикой его стал Эрнст Мах который на самом-то деле предложил вот это физическое и психическое объединить видение человека в ощущениях человека и не выходить за рамки человека не использовать это как говорится в крысных целях сам человек должен решить как это использовать но вот идеалисты взяли прошлых в том числе и древних греков и вот это возражение древнегреческого искусства и так далее серебряный век он как бы пошел именно по этому пути что мы введем все прогрессивное в том числе научное в религиозное ну такого вот языческого немножечко типа а ленинский путь оказался еще менее можно так сказать продуктивный когда давайте все отрежем и все у нас будет только материальное ничего у нас сверху не идет ниоткуда у нас это не появляется это опровергли такие наши ученые как Бехтерев его дочь Бехтерева опровергает в большой степени новые нейропсихологи та же Татьяна Черниговская Василий Ключарев Анохин и так далее и тому подобное что они опровергают они опровергают истину что человек заключен только в теле что ничего нет вокруг того откуда он получает эту информацию и те кто был против такой системы получения информации они были против например того же Эйнштейна который говорил что я все откуда-то получаю не сам я изобретаю ну и против вы можете посмотреть в интернете как относили некоторые ученые у нас называется к Богу но сказать что Эйнштейн был религиозный нельзя это натяжка такая он относился у них тогда была как и наши ученые Вавилов значит Вернанский к высшим силам не обозначая их как религиозные силы как церковные силы и поэтому вот это две крайности то есть полная материализация и религиозность науки на мой взгляд должны быть каким-то образом серьезно просмотрены я бы рекомендовал такой сделать конференцию на эту тему как сочетать я когда-то участвовал в такой конференции больше того это была часть первых рождественских чтений в Москве которые проходили там была научная часть где вот об этом очень серьезно разговаривали такие ученые как тот же Волченко Владимир Никитич который сидел в президиум вместе с патриархом Алексеем объяснялись и говорили что нельзя науке заходить за некоторые красные черты где уже действует религия и в то же время религия не должна поглощать в себя некие научные можно так сказать отношения или достижения объявляя их грубо говоря своими и включая в состав этой религиозности в чем проблема то а в том что например на западе сейчас я вам открою маленькую публикацию вдруг нашли очень интересную вещь ну вот например это публикация 2015 года вот можете убедиться публикация BBC которая называется с наукой религии можно ли положить конец врожде можете найти сами я после 15 года уже десятки таких читал статей и потому что она меня тогда удивила и в ней рассказывается о новом британском проекте целью которого стало примирение религии науки и так далее и в чем цель этого проекта вовлечь молодежь в том числе и научную молодежь в религию но религию вот так религии которые мы с вами знаем как английская церковь и так далее она же вот как раз именно та в которую нас пытаются все время обвинить она подчиняет человека и владея человеком можно так сказать управляет им как хочет мы с вами столько видим как религии западные посылали на нас крестоносцев и так далее там подобные войны почему под религиозным соусом все приходили к нам воевать у нас только с Польшей 13 религиозных войск я бы так сказал потому что через них пытаются католичество к нам внести а мы держимся за свое некое православие и вот эта можно так сказать формулировка была придумана вхождение религии в науку очень простым проектом а давайте некие элементы науки сакрализируем сакрализируем то есть скажем что это вот божественно что вы те кто этим занимаетесь прямо настоящие апостолы этого века и так далее там подобные при этом естественно сделав некие такие какие-то движения внешние движения внешние атрибутику которые к этому ведет где человек участвует в этом потихонечку точно так же как в церкви входит в эту религию и закрепляется в ней уже после уверившись что да он необычный человек ему уготовано новое будущее это новое будущее заключается именно вот в таких технологиях то есть в науке как в новой религии в новой религии кстати с такими тем кто 19 веке предлагал это и в какой-то степени конфликтовал Эрнст Мах так вот я очень рад этому симпозиуму международного симпозиума создадим будущее который прошел в Москве идет в Москве сегодня 5 число ноября я записываю 5 ноября ролик выйдет конечно в другое место потому что я много лет наблюдаю за китайской формой развития вот таких отношений с молодежью и развития науки среди молодежи я вам тоже рассказывал вы можете найти этот старый ролик лет 10 наверное назад они вдруг в провинции Шэньчжэнь объявили город науки молодежный город науки и предложили всем детям которым исполнилось два года предложить то что они могут для науки или для развития науки инженеринга представить на некую комиссию если они видят что даже в три года ребенок что-то изобрел что-то такое вот создал они начали давать в этом городе дешевые квартиры бесплатные даже квартиры и прямо с родителями мог ребенок туда переехать и давали ему субсидию хорошую давали ему возможность один два а малолеток еще и несколько лет работать грубо говоря на эту субсидию тем кто постарше давали на год большую большие деньги и у них двинулся двинулся стал этот город город молодежи его так и называют город молодежи и город науки но он называется Гуанмин вот о нем тоже статья есть это статья 23 года я очень порадовался они провели третью конференцию международную и Гуанмин это значит живая молодая энергия то есть вот так это переводится молодая энергия у них кстати тоже называется эта конференция вперед к светлому будущему то есть у нас создадим будущее не говорится какое мы создавать собираемся у них так все правит коммунистическая партия она в большой степени взяла проекты нашей когда-то коммунистической партии у нас помните проект светлое будущее 70 лет просуществовал то есть мы все время строили светлое будущее вот-вот оно наступит но как-то не дошли до того чтобы для всех оно наступило кому-то оно и наступило так вот у них удалось преодолеть вот эту можно так сказать два препятствия с одной стороны не уйти в чистую науку и материализоваться и больше ничем грубо говоря не заниматься кроме науки но в то же время и не стать религиозными хотя у них это вообще самое простое у них коммунистической партии не против того что ты религиозный человек у них легко развивается конфуциаз буздизм лаоцизм ну то есть вот больше того у государственных чиновников приветствуется что они каким-то образом имеют отношение с богом хотя у них обожествен тот же и ленин я вам показывал как они приезжают в россию обязательно у них два можно так сказать объекта поклонения это мавзолей потому что они считают что дух ленина вот и дает этот прогрессивный государственный потенциал энергию они же все на энергиях они легко обмениваются энергиями с окружающей средой между собой ну и обязательное посещение у них храмов кремля все храмы кремля обязательно должна пройти и чиновники одни из первых это проходят потому что таким образом они фотографируются не только у того кто им принес коммунизм но еще и у тех кто принес им вообще вот это осознание духовности тех кто лежали в основе коммунизма вот у них такое понятие очень они внимательно и хорошо относятся к православной религии я сам лично разговаривал с гидом даже есть у меня небольшой там ролик о том как гид рассказывает как они сюда приезжают и что немножечко у них поведение не такое как должно быть в церкви ну что сделаешь у них другой другая система обмена этой информации они должны быть в бодром состоянии и тогда она к ним идет а мы то приходим в плачущем состоянии в храм и считаем что вот тогда она к нам и придет так к чему я дорогие веду а к тому что на правильном пути мне кажется стоит наша страна то есть создавая кампусы в во многих регионах создавая их как мини города она конечно поступила правильно мы не можем как китайцы у них территория намного меньше нашей тем более жилая территория вот так взять один город сделать кстати у них не один город у них тоже уже есть и в каждой провинции есть такой город город науки и город культуры у них вот такая система у них культура ушла от всяких роков от всякой этой в основном только классическая музыка все заканчивают музыкальные обязательно училища по какому-то классу какого-то инструмента рояля и так далее занимаются все подряд классической музыкой вот такая например культура еще раз говорю приветствует религиозность но не фанатичность не фанатичность ты не можешь поставить там религию выше общества выше общества вот так но и у нас то мы не можем отказаться от своего большого прошлого у китайцев они называют пять тысяч лет но у них новая эра начала с Мао Цзэдуна она всего-то длится несколько десятилетий они так это считают у нас то с вами слава богу есть хорошие замечательные прошлые которые может быть фундаментом нашего будущего но в этом прошлом отношения наши с внешним миром внешней средой шли через религиозные отношения через религиозные отношения и поэтому я то вижу какие опасности которые у нас происходят сейчас как в какой-то степени и науки а в какой-то степени и религии ну вот например я вам сказал что нам нельзя поддаться вот этому английскому проекту и английскому пути где религии начинают делать науку нельзя поддаться если мы пойдем по этому пути то тут такая значит может фанатизм появится что и и странности появится что мы ну скорее всего они через такое уведут этих наших ученых они скажут а вам не дают заниматься религией ну было уже такое в начале давайте переезжайте к нам у вас там подавление личности личность не может в храм прийти там и все остальное давайте уезжать к нам вот это такая особенность в том числе и этой программы у нас правильная религия она научная вот вы тут и наукой займетесь и религией одновременно займетесь вот этого на мой взгляд не должно быть и поэтому когда я вижу вот элементы этого на том же симпозиуме вот мне сын прислал ролик он положительно к нему относится это действительно красиво это действительно приятно но что вот мы на этом ролике можем увидеть мечты сто процентов начинаем обратный отсчет повторяйте со мной три два один в мире мечтаний нас ждет множество удивительных открытий но как найти свой путь среди бесконечного разнообразия идей как не потеряться в огромном количестве информации и создать нечто оригинальное я уверена что ответ прост нужно верить голосу своего сердца вдохновляться примерами наших великих предшественников иностранных помните что вы не одиноки в своих поисках что до вас уже были люди прикоснувшиеся к миру идей они прошли через те же сомнения и трудности что и вы не смогли найти свой путь среди них есть настоящие мастера своего дела которое оставили после себя богатое наследие и не смогли прямо вон ушло со свежей или мечтать посмотрите это фантастический мир Александра Виляева он придумывал целые вселенные несмотря на то что сам был тяжелугольным он писал о смелых идеях невероятных открытиях удивительных существах его книги полны надежды и веры в будущее они заставляют задуматься о возможностях человека а это вселенная Анкадия Бориса Стругацева они создали целый мир полной опасности загадок и неожиданных поворотов сюжета их идеи учат нас быть отважными бороться за свои идеалы и не бояться идти против течения а это галактика которая помогла в своих произведения Георгий Буличок его книги полную приключения хумора и доброты они учат нас быть смелыми верить в чудеса и мечтать ведь для героя самая главная его мечта неожиданная как они неожиданная приют и с и с и и и и Продолжение следует... Как предлагается группе некой поставить новую форму свечей, то есть некие электронные свечи, я такие свечи видел в 1978 году в Испании. Электронные свечи уже были, монетку кидаешь, она раз, выскакивает и начинает гореть и медленно опускаться. Вот эти свечи, которые вы здесь увидели на экране, они ничем, можно так сказать, не отличаются только тем, что нет храма, а есть подсвечник и свечи. И когда ты выполнил ритуал, который вам показала ведущая, сделайте вот так, вот так, то ты что? Ты достоин рая. Посмотрите, вот помещение, в которое запускают этих людей, поставишь их свечи, это как и в храме, да, поставил и подходи к алтарю. И здесь рай, и виртуальный рай может быть абсолютно сейчас идеальный для людей. Создать иллюзию рая и с запахами, и с воздухом, и с водой, и всё остальное абсолютно теперь нетрудно. И это всё может наука, и могут науку в это поместить, что вот мы создаём такой кампус евангелистический, где ты вот пришёл, поставил такие свечки, и иди в лабораторию свою, работай, где надо. А придёшь отдыхать в наш рай виртуальный вот такой вот, вот вам пожалуйста. Вот надо этого, конечно, избежать. Я очень приветствую, когда у нас храмы есть при МГУ, и вот такая возможность реализовать свою религиозность при этих учебных заведениях. Но чтобы вот появились вот такие научно-религиозные, грубо говоря, храмы, я не приветствую. Это как раз уже и уничтожение религии, на мой взгляд, и с другой стороны это и ущемление науки, потому что кто-то вот хочет их в некие рамки запустить и обусловить их деятельность тем, что ты вот это сделай, а за этим идёт уже вся остальная. Это манипуляция уже такая. Но есть и другая крайность. Я, например, увидел, что... Сейчас я вам покажу. Что якобы патриархия создаёт альфа-версии православного мессенджера Зосима. Ну, то есть интернет, как я забыл, как называется, ну такой же, как Яндекс там или ещё что-то. То есть вот такого, значит. И заявлял, что для проекта «Спаси и сохрани» давайте я вам прочитаю ранее. Агапов Алексей заявлял, что для проекта «Спаси и сохрани» разработан православный мессенджер, аналогичный мессенджеру WhatsApp. Ну и вот WhatsApp, ну и Telegram, видимо, тоже тут вот такого типа. Мессенджеры всё-таки они не другая система. И что я вижу? Ему уже разработан логотип этому мессенджеру. Давайте я вот вам так покажу и картиночку выведу на экран, рядышком со мной. И что вы видите на этом логотипе? Вот как православные, что вы почувствовали, когда увидели этот логотип? Слетел он у меня. Сейчас я его возьму для обсуждения. Что вы почувствовали? Лично я, когда его почувствовал, я очень сильное отторжение у меня появилось. Потому что я вижу купола, которые когда-то были внуком Владимира Крестителя, Ярославом. Придуманы как солнце. И на солнце крест. Что христианство – крест, выше солнечных религий, языческих религий. И поэтому купола у нас отображают высшее, можно так сказать, природное для нас самое главное явление солнце. И крест на нём отображает, что всем этим управляет Христос, управляет Бог. Но какие мы купола здесь видим? В центре самый главный купол – это циферки. Что может обозначать, что главные циферки? Никакое ни солнце, никакая ни природа, ни ещё что-то там, что вы там себе выдумали. Главные циферки. И всё. Но сразу здесь же некие штрихи, что из этих циферками можно сделать. Видите, такая змейка чёрная. Это чёрная змея. Я вот так и представил, думаю, надо же. Змей держит крест над собой. Чёрный змей держит крест над собой. И мы ещё видим чёрные купола. Как вам чёрные купола? Это абсолютное обратное значение, где тьма сильнее света. Где не солнце – купол, а тьма – купол. Тьма ваша. И ваш Бог, Христос. Видите, тут крест. Что обозначает Христа? На самом деле он обозначает не просто Христом, обозначает Пресвятую Троицу этот крест. Ваш Бог и есть чёрный Бог, и его значение – тьма. Вот лично я как прочитал такой символ. Теперь и вы будете его также читать, когда я вам его таким образом представил. Может быть, они сменят его, может быть, другое будет. Но что за этим всем делается? А делается очень простая вещь. Нас в церкви отделяют и уводят. И молодёжь точно так же уводят из этой церкви, как празелиты, как, значит, евангелисты всякие и так далее, в том числе и такими странными, казалось бы, православными технологиями, которые я всегда выступал против. То есть религия должна быть религия. У неё есть уже за тысячелетия выработанный некий образ, некое поведение и некий, можно так сказать, состав тех действий, которые в ней являются религиозными, сакральными. А когда мы с вами видим, как начинает религия со своей сакральностью выходить в мир, который не считался никогда религиозным, и у нас появляются православные байкеры, православные бары, православные соревнования, православные телевидения, где начинают отходить от образа того Христа, который и есть наше православие, мы же помним, какой простой образ Христа, что простая одежда, простая жизнь, простое, как говорится, существование. И мы таким образом видим, как вот это, те, кто привлечённые молодёжью, таким образом входят в это, он после выходит из церкви. Где православный байкер? Где? А ведь они вошли во всём своём муниции, прямо утверждали, в том числе, и отец Севолод Чаплин, я с ним на эту тему как-то поспорил даже, что это и есть будущее молодёжи. Теперь вот вся молодёжь, которая села на байкер, вы помните, что и президент сел на байкер, ну так убедили, что сейчас вся молодёжь байкеры, и поэтому они все придут в храм. Где они в храмах? Ну вот те, кто смотрит у меня, зрители, вы, может быть, были бывшим байкером, скажите, вы стали очень верующим, то есть, таким, настоящим христианином, или так себе. А я скажу, что обязательно должен был стать так себе, потому что для того они и одевались в кожу, набивали себе наколки, выращивали себе волосы, там, усы, поскольку они социально недостаточны, им для того, чтобы свою самость потешить, нужно вот этого всего и добавить, вот нужно всего этого и навешать на себя, ну и тогда ты становишься таким значимым в этом окружении. Точно так же мы пережили и следующий, можно так сказать, этап, где те, кто не байкеры, пришли в другом виде и уже вдруг в стране возникло хиппи, хиппи опять нового типа, огромное количество сект всяких, которые называются продвижение своего ума, расширение своего ума и так далее и тому подобное, то есть эра коучеров наступила, которые вроде не такие, как байкеры, но они новые религии, при этом новые религии, я смотрю на некоторых, они кто под грибами, кто под легкими наркотиками, кто просто на стимуляторах каких-то, у них глаза выпучены, и вот эта эра этих, она тоже вот в какой-то степени уходит и действительно она и не могла стать вот таким примером для молодежи, поскольку вся она в конечном итоге кричит, суетится, извиняюсь, все свои места показывает, чтобы стать популярным, то есть эра блогеров, эра блогеров, она тоже уйдет, вот эти все суетливые, они уже надоели всем, и что? Вот эра цифры, и эра цифры действительно, на мой взгляд, способны вот тех, кто не курит, не пьет, тех, кто наркотиками, как мы с вами знаем, 40% сейчас молодого поколения, использовать так, как надо для развития государства, для развития его, я уж извините, обороноспособности, в которой мы, да, сейчас первые, и точно нас сейчас мало, кто может победить, нет, совокупные все равно, и удары, значит, ядерные и так далее, могут победить, но это конец всем, это не победа над нами, это победа вообще над жизнью на планете, так вот, так вот, к чему я, к тому, что, во-первых, церковь все равно должна пересмотреть свой подход к молодежи, не думать, что через, как говорится, светскую форму своего представления, а она мы с вами видим, как я вам сразу сказал, на телевизионных каналах стала светская религия, как бы они не хотели ее показать и как бы они не хотели, значит, ее именно сакральной сделать религиозной, этого не получится, не получится, у нас православие, да, оно включает природу, культуру и религиозность в себя, то есть, вот такая троица, но культуру православную включает в себя, оно не включает в себя светскую, культуру, иначе бы у нас уже картины по храмам висели, у нас бы уже, значит, они включили, и это неоязычество, я вам хочу сказать, это в языческое время, в ведические наши времена, у нас считало, что все нас окружающее сакрально, у нас князь, бог, его семья, божечки, его окружение, ангелы и природа, камешки сакральные, значит, деревья и все остальное, это ведическая часть нашей жизни, она большая, историческая, она до 17 века практически и была главной, но православие сумело даже в эти времена сохраниться в целостности своей и выбрать самое лучшее, и составить это самое лучшее как настоящую хорошую религию, как хороший комплекс тех аскетических правил и упражнений, которые ведут к этому совершенному человеку, у которого и связь с природой, и чистота душевная и телесная, у которого психика и физическая, психическое и физическое, все гармонично, поэтому не надо таких уступок, не надо, но и наука должна осознать, как наука 19 века, вслед за Махом у нас тоже выступили свои ученые, Богданов, например, очень хороший, которые сказали, да нет, мы осознаем себя, мы Менделеев, давайте-то, Вернанский и все остальные, значит, они же сумели как говорится, пройти между Сциллой и Харибдой и предложить свою концепцию, но Вернанские не смогли, еще другие многие не смогли, конечно, их убили те, кто именно этого хотели, что либо вы религиозные и тогда едете на Запад, либо вы кто, либо вы материалистичные, делаете то, что нам нужно, копаете рудники и вот это и ваше участие есть, вот так, вот так, поэтому ждем следующего симпозиума, я так понял, что он теперь будет ежегодный, где-то будет в разных видим местах проводиться, этот симпозиум проводили вот в новом центре России, выставку России я видел на ВДНХ, вот что там, ого, это было чудо, конечно, я думаю, что и комплекс этот сделали по этому образцу и поэтому очень хочется съездить и посмотреть, конечно, на этот комплекс, сейчас он откроется для всех, но при этом у нас вся окружающая наша среда, она и есть, то, можно так сказать, лаборатории и тот объект, который все должны изучать и изучать наши дети прежде всего, поэтому, на мой взгляд, сейчас не хватает, во-первых, хорошего образования, особенно в селе образование скатилось на уровень, но у нас вот 99% учителя-пенсионеры, они прекрасные учителя, они прекрасно справляются с той глупой программой, которой даются детям на глупые, потому что ее, как уже вон там ученые пишут, за год, за два можно ее пройти, а их держат 11 лет в школе на этой программе, это уже большие учителя говорят, поэтому программа глупая, ее можно хорошо преподать в том плане, как она есть, но развивает ли она детей, на мой взгляд, нужен интенсивная форма сейчас преподавания, где вот такая девочка Маша захотела перейти из 7 класса в 11 и перешла, сдав определенный, освоить эту школу за два года и освоить, но дальше такой девочке нужно интенсивное развитие, центры, которые создаются, они прекрасны, Сириус у нас вот вообще-то а нет, Сириус это сеть центров под центром Сириус в Сочи, к которой мы имеем отношение, близкое отношение, у нас Солярис в Иваново, но филиалы Соляриса, вот эта девочка тогда предложила Маша, что должны быть космические классы в школах, вот эти филиалы должны быть в каждом городе, на мой взгляд, пусть не космические, пусть инженерные, пусть технические, вот так же, как у нас тут какое-то время был, а какое время, почти два года был школа беспилотников, облако называлось, там расшифровка есть, где дети деревни вышли в финал всесоюзного конкурса за год подготовлены, это почему-то они вышли так, что тут учителя особо, нет, дети способны, дети, грубо говоря, незамутленные, хотя теперь вот после того, как этой школы не стало, тут неправильно повела себя администрация, и я что вижу, я вижу последние годы все это, малышня вся матом ругается, вместо того, чтобы вот такими делами заниматься, инженерными, творческими, она вот в такую впадает, им хочется развиваться, если им не дает родитель и государство, то вот эту нишу заполнит что-то другое, заполнит что-то необычное, для них необычно начать матом разговаривать, они и начинают, и так далее, и тому подобное, поэтому давайте постараемся, чтобы вот этот лозунг создадим будущее, у нас все-таки превратился создадим светлое будущее, вот, китайцы четко нацелились, и не надо стесняться светлого будущего, потому что никому нам темное будущее не нужно, так что здоровья вам всем, радости, развития, аминь.